Музыка И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест Сегодня мы все таки попробуем домучить нашу аудю И дотянуть все таки лонжерон Так как нам скорее всего сегодня нужно будет машину перегнать В другой гараж Как бы опять, чтобы она отдохнула, постояла Так как придет машина другая на ремонт Ну и как я вчера говорил, вчера был праздник И все, кто работал, наделали косяк Церковный большой праздник И машина-то должна была сегодня прийти Ну и делали балку И ничего у них не вышло Балку поставили, а балка кривая Так что в праздники не надо работать Ну и с утра давайте начнем с хорошего Ангдут Короче, поезд едет В поезде прапорщик, солдат И мама с дочкой Едут-едут тоннель Все потемнело, ничего не видать Такой удар Ба-бах! Шлепок, да? Ну, мама думает О, дочка-то у меня воспитанная Солдат ее, наверное, ущипнул в темноте Она ему оплюху, блин Молодец! Дочка думает Мамка-то у меня еще ничего Видать, прапорщик ее ущипнул в темноте Она ему оплюху дала Прапорщик думает Блин, ну солдат! Ну сволочь, блин! Наверное, ущипнул девку, блин, в темноте Она мне оплюху дала Подумала, что это я Солдат сидит, думает Еще в тоннель заедем Еще раз ему порожи дам Ну, а мы начнем Сегодняшнюю работу Итак, тема дня Заставка Пошла! Варианта у нас Сегодня два Либо мы его все-таки победим Либо Как говорится, да здравствует Мыло душистое И веревка пушистая Шутю, конечно Но То есть нам его надо Чуть-чуть сюда потянуть Как видно, мы поменяли Место дислокации Сзади закрепили Сейчас я это продемонстрирую Сзади закрепили Сейчас будем спереди крепить И С этой стороны мы приваримся Чтобы сюда на рожку не выходить И будем тянуть сюда Через распорочку Сзади закрепили мы вот так Немножко на косую Но я не думаю, что здесь будет Сильно большое давление Тут у нас пространство стало Чуть-чуть побольше Сейчас дядя Толя будет ее закреплять Там Вот сейчас дядя Толя закрепит все Дядя Толя там не сжарился От печки Сжарился Ташкент у нас Да Без мата Запекивать тоже неудобно Тянем-потянем Как бы тут, конечно, не видно будет складочку Ну давай А где мы было тут Можно двигать Давайте ножка есть А тут ствол Ты подожди подтягивай Я посмотрю Хорошо Хорошо Еще тяни И такое бывает Так, мы чуть-чуть переварили Да ладно, Олег Я там Я там Его 10 пучков Моих 2 Да-да-да-да-да Курит как паровоз По 4 пачки Взна Шутю, конечно Три Вот такая система Ну сейчас будем потихонечку тянуть Ну и как видно, не все так безоблачно Видите, рвет цепь, не можем хорошие натяжки дать Цепь рвет не саму цепь, а сварку, отрывая цепочку Как бы ток сегодня слабоватый И не можем мы нормально приварить цепь Была бы маленькая дуговая инверторная Мы бы ее прицепили нормально Железная дорога не дает тока Да, железная дорога нас обламывает немножко с током Что поделать Конечно, хотелось бы сегодня закончить эту эпопею С ленджероном Ну, блин, как получится, не знаю Нам хотя бы его на место вытянуть И обвариться Обвариться, не знаю, даст нам ток, нет Короче, долгострой этот уже вообще достал Вот почему я стараюсь не брать такие долгие машины Потому что настрой на работу пропадает Как бы уже в гараж идти неохота Знаешь, что там снова эта корыта стоит Вообще Поэтому если берете долгострой, берите вот такое, как я, допустим, взял, да Чтобы сроки вообще ему не говорили Вот надоела машина, убрали ее в другой гараж или куда-нибудь Ну, конечно, если есть другой гараж Убрали ее в другой гараж Поработали, позанимались, успокоились с другой машиной Потом снова к этой приступили Блин, с таким настроем на работу ее спасет только ведро бензина И спички Блин, когда это все кончится Эх, Маруся Нам лежит в печали Все дофиганя Не такие шали рвали Еще попытащик делаем Сейчас натянется автомобиль Что-то там все скакивает Давай тяни Тяни, цепочку уж надо Так, ну-ка, хорош Чтобы на круга пошла Это хорошо Ну-ка, еще чуть-чуть Я уже бздю Хорош? Еще ход есть, Блинз? Есть Тут уже хороший Ну-ка, давай еще пару раз Орел, тебе не страшно? Не страшно, бля Смотри, а то экипаж беспокоится Хорош? Еще чуть-чуть Все, все Кончилось запасы Держишь? Угу Сейчас вот с этой стороны держи, вот тут вот держи, вот так вот, ребро надо набить, так, сейчас мы это ребро делаем, как оно должно быть, так, сейчас мы это делаем, как оно должно быть, ну, как видно, вот мы эту складку убрали, то есть натянули лонжерон, да, разбили складочку, сделали ровно, вот эту площадочку выровняли и сделали, не знаю, видно вам, нет, здесь ребро жесткости, то есть такое, какое оно и должно было быть. Ну, и сейчас будем пробовать крыло, представить хотя бы, примерно мы правильно, неправильно попали, вымерим диагонали, ну, пока она у нас стоит на растяжечке, еще мы ее обстучим, ну, вот, как видите, у нас вот эти крепления, вот эти, немножко внизу, вот у нас лепешечка, да, как бы видно, что крепление осажено немножко, но у нас не дотягивается до крыла, это не есть год. Сейчас будем пробовать поднимать их вверх немного. Ну, вот, как можно увидеть, здесь-то вот мы выровняли. Ну, вот, как бы мы ее выпрямили, здесь у нас все ровненько. Лонжерон у нас весь, как бы, на месте стоит и по длине, и, как бы, передний конец и задний конец тоже стоит нормально, но, но, вот эта серединка провалена. Сейчас нам эту серединку надо подбить вверх. Как бы основа, станина лонжерона на месте, а вот этот верх просто, он немножко сплюснут. Вот, сейчас будем как-то пробовать, не знаю, поднимать. Ну, еще такой вопрос многие спрашивают, да, ну, тут вот все так страшно выглядит, как это все потом прятать? Мы тут особо прятать не будем, ну, вот эти сварочные швы в основном, да, сварочные швы, если, как бы, ну, заранее с человеком вы договорились, знаете, что ему машина, как бы, не на продажу, да, даже если на продажу. Все вот это, что под крылом внутри, да, конечно же, там шпаклевать не надо, это идиотизм бы был. Достаточно аккуратненько просто это все зачистить, сварочные швы, и обработать антикором. Ну, можете, если у вас уж совсем там рытвы не такие, да, можете слой шпаклевочки дать, допустим, стекловолокнистый, и сверху все это антикором, толстым слоем все замажется, то есть этого ничего не видно будет. Ну, а снаружи, конечно, если уж совсем все страшненько, тогда, то шпаклевочкой все это выровнять. Конечно, если машина новая, то приходится это дело все очень аккуратно выстукивать, и потом вышпаклевывать. Ну, самая главная ваша задача, все поставить на место. Как бы, когда у вас уже трапеция будет на месте, красоту эту уже навести вы сможете. Немножко отвлекся. Короче, если машина новая, вышпаклевываем все как и на наружке. В принципе, так. Вот, сейчас, чтобы приподнять, как бы внизу у нас здесь все равно, да? Сейчас возьмем семерочку, вот такая штучка, семерка называется. Можете вам расключить в огни. Засовываем ее туда, и как бы подпираем сюда вверх. Сейчас столик будет там подпирать, а я буду здесь уравнив. Ну, и сейчас вот Толик давит с той стороны. Вот, вот, где-то вот этого прибора, как бы, чем потом можно найти самого, и там седьмого. Сильней. Сильней. Ну, не вбок, вверх. Сильней. Сильней. Все, пока. Ну вот, пока мы прихватили чуть-чуть, там еще, конечно, обакуратить надо. Болты у нас все попадают, просто их чуть-чуть не хватает тут. То есть лонжерон у нас выровнен. Видите, люди по рации общаются. Вот так вот выглядит это все. Здесь, как можно видеть, здесь другой немножко молдинг стоит. Вот мы поменяем зазор. В принципе-то у нас нормальный. То есть регулировке это поддастся все дело. Ну, в принципе, с лонжероном все. Примерно так это все выглядит. Ну, еще, конечно, регулировать все надо. Толик уже замученный. Да, Толя? Да. Спой, спой песню. Не хочешь, блин. Не хочешь. Медведь на ухо наступил. Понятно. Хотели бы померить, блин, капот еще. Нету креплений. Креплений у дяди Уаси остались. На старом капоте. Новый-то капот есть, конечно, у нас. Но штука от него мало будет. Надо крепление. Как он на креплениях сидит. И тому подобное. То есть, ну, по размерам мы-то вымеряем. У нас по размерам все сходится. Но это размеры, которые мы промерили. Нам надо все одеть и посмотреть, как это будет. Только потом уже приступать к сварке. То есть, заварить ту часть лонжерона, которую мы отрезали. В прошлом видео, как бы, вы это видели, наверное, в первом. Все видео по этой машине в отдельной папке. Так что, в плейлисты заходите. Не в первую строку, где последний добавленный. А в вторую строку внизу, там плейлисты. И там каждый плейлист по-своему называется. По красочной работе, там другие всякие работы. И по этой машине отдельная папка. Так что, не знаю, завтра, наверное, будет другая машина. Мы другой займемся, скорее всего. Если она не придет, то посмотрим. Сегодня я позвоню насчет креплений. То есть, это тоже мы дело будем контролировать. На сегодня, наверное, все. Как бы, все мы поставили. Все у нас на месте. Единственное, что нам нужна контрольная сборка. Контрольная сборка нам мешает то, что у нас нету креплений на капот. Капот есть, креплений нет. Ну и такой небольшой анонсик, чтобы в курсе были. Если в комментариях читали, там подписчики просят, чтобы я немного о себе рассказал, о моем быте, немножко о городе. То есть, на днях, может быть, в воскресенье поеду, может, Толика с собой возьму. Снимем Брестскую крепость, немножко о Брестской крепости расскажу. Ну, расскажу только то, что знаю. То есть, немножко так все сниму. О себе, может, расскажу. Короче, сделаю отдельный блог. Будет это отдельной папкой. Папка, скорее всего, буду я выкладывать пока видео на сайте. То есть, ее не будет видно в Ютубе. То есть, буду скидывать на сайт. То есть, на сайте вы можете увидеть. Сайт называется allnest.ru. Ссылочка есть под описанием видео. Так что, регистрируйтесь. Там я сделаю отдельный блог. Будет видно название, а потом сообщу. Ну, то есть, все это видео из личной жизни я буду снимать там. Чтобы, как бы, оно не было в видеоуроках. То есть, чтобы это было все отдельно. Так что, кому интересно, милости просим. Есть, что рассказать. Как начинал, я уже рассказывал. Ну, вообще есть, чтобы по жизни всякое случалось. Что-то расскажу. Что-то, может, личное расскажу. Глубоко, сильно не буду рассказывать, да, некоторые вещи. Не хочется рассказывать. За некоторые вещи, как бы, и стыдно бывает. То есть, всякое было в жизни. Ну, расскажу. Ну, а сейчас закончим мы все-таки на веселой ноте. Ну, представьте, морской порт, да, таможня, таможенный контроль. Мужик проходит таможенный контроль. Ну, таможня. Добрый день. Так, наркотики есть. Хоп. Конечно, достает чемодан такой большой, короче. Клобы сложит. Вот, полный чемодан, битком героина. Вот стоит, да. Блин, может, у вас и валюта есть? Тьфу. Есть, конечно. Достает чемодан. Хоп. Полный. До верха. Таможник стоит уже в шоке. Говорит, тьфу. Может, у вас и оружие имеется? Тьфу. Во. Чемодан. Хлобы с. Таможник вообще пипец в шоке стоит. Это что? Все ваше? Нет, это ваше. Мое уже в трюме. Вот такой ангдот. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Ждите следующего видео. Может быть, другая машина будет. Может, это. Хотелось бы пожелать всем удачи, терпения, хорошего настроя на работе. Да, бывает, что плохое настроение, нету работы, лучше идти домой. Но все-таки желаю, чтобы у вас все получалось. Здоровья вам и вашим детям. Будьте, еще раз говорю, подобрее к друг другу. И вообще к близким. Ну и всем добра и бабла в огоне такую большую телегу.